В материале есть ваш рапорт, в какой момент и когда вы его написали. Протокол в полном отношении Чикина рассмотрения. Вы ставили рапорт, на основании которого был ставлен протокол. Потом этот протокол поступил вам же на рассмотрение. Вы его изучили, все материалы дела, не нашли никаких замечаний, увидели основания и передали дело в суд. Правильно я понимаю? Вы так часто делаете? Как тяжело врать, когда человек там был. Уникальная ситуация. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, посередине. Носки туда, да, к стене. Божий Натислав Сергеевич, униситель начальника отдела. Судя начальника отдела по ВИЦ номер 6, управление МВД России, по городу Украины. Вы заносу для опросов в качестве свидетеля. Вы правильный свидетельцев против себя самого, своих близких родственников, по которым определенным законом проиграть показания. На родственной неделе вы из тех, в котором владеете, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности и занесения ваших показаний. Протокол предупрежала, что задача заведена у вас на показаниях. Можете вынести ответственность по статье 17.9 Кодекса административных правонарушения. Право, да? Придите, пожалуйста, к Стану секретаря. Предъявите документы, предстояющие личности. И распишитесь в подпись. Можно я? Придите, пожалуйста, 18.08.2020 года. В какое время вы прибыли в Ленинский районный суд? Восемь утра. Вы прибыли один или составили группу? Я пришел непосредственно один. Вы пришли один в восемь утра? В восемь утра, да. Какой целью? С целью охраны честного порядка и проведений судебного заседания сказано, что суд будет путем. Посмотрится от обывового отдела по статье 15.5 в отношении соборща и других участников. Скажите, пожалуйста, ваши влашные обязательства входят в облечение порядка в судах? Нет. Нет. Непосредственно в здании суда охрану честного порядка я не осуществляю. А с какой целью прибыли-то еще? Для охраны честного порядка непосредственно на территории здания суда. Вы заходили из здания Ленинского районного суда? Нет, не заходим. Где вы находились? На первом этаже приходим. На первом этаже приходим. Можно уточнить. Есть коридор, есть место до рамки, есть место после рамки, есть холл. Где вы находились? Я как-то находился при входе перед рамкой и после рамки на первом этаже. До какого времени находились вы в здании Ленинского районного суда? Я не могу сказать, что далеко время, не помню. Скажите, пожалуйста, вы препятствовали проходу граждан в суд? Я нет. Вообще были граждане, которые пытались пройти в здание Ленинского районного суда? Осуществляя охрану общественного порядка, где-то около 10 часов, я попытался пройти в здание сюда. Однако, при входе в здание в узком коридоре находилась группа граждан, которые мешали подходу. Судим посетительным участникам процесса судебного заседания. Я предъявил требование освободить проход, однако данные требования некоторые граждане выполнить не были. Дам уточняющий вопрос. Они мешали вашему проходу в здание сюда? Они мешали как моему проходу, так и других гражданам. Поступали заявления от других граждан, что им мешает проход в здание Ленинского районного суда? Заявление не поступало, но адвокат, в частности, который стоял в этом тамбуре, пройти не мог. Сколько было человек в тамбуре? Ну, порядка... Человек 20-25. Человек 20-25. Человек 20-25. Теперь, пожалуйста, вы по данному факту обращались к судебным приставам? Полностью нарушается порядок, это фигня, люди не могут зайти... Судебные приставы все это видели и пресекали... Они пресекали до ваших действий или после вашего, точнее, до вашего обращения к ним или после вашего обращения? Я в судебные приставы не обращался, приходит в суд, судебные приставы притекали данные действия граждан, которые мешали проходу. Скажите пожалуйста, среди данных граждан был Чикин Игорь Владимирович? Где он находился? В тамбуре, в коридоре приходит. Далее тамбур проходил? Я не видел. Как вы можете описать действие Чикина? Когда мной были выдвинуты законные требования, чтобы граждане не разошлись и освободили проход, гражданин Чикин ответил отказом. Отказ был вынужден тем, что он начал пытаться за ними сорвать на обмирование. И я находился в фуражке, сорвал и в фуражку в голове. Также был сорван на грубый знак, который родился в буре. А эти действия где проходили? В тамбуре? В тамбуре. Скажите пожалуйста, являются ли Чикылева и Калинин, стройники полиции, которые ставили рапорт и написали два рапорта вашим подчиненным? В данном случае я судил охрану общественного порядка как один из руководителей. И при охране общественного порядка они не подъявляются, должны выполнять мои непосредственные приказы. Увидитель, вопрос. Чикылевы и Калинин являются вашими подчиненными? Я только что вам ответил на этот вопрос. Да или нет? При осуществлении данного в тот момент, 18 числа, мы осуществляли охрана общественного порядка. Я являлся руководителем, одним из руководителей. И они должны выполнять мои цели. И они должны выполнять наши цели. И я ну а думаю, что, где они? Верните службу в каком отделе полиции? Один в полицию на шее. В Калинин? В Калинину, не могу сказать. Не могу сказать. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а граждане поясняли для какой цели они пытались пройти здание место? Может быть, кого ты? Может послышали что-то? Нет, не слышал. скажите пожалуйста вам известно может быть до составления протокола в отношении чекина на него были стали какие-то протоколы вместе на правонарушение кем и таких обстоятельствах нет именно восемнадцатого числа еще восемнадцатого года доставление протокола мистином правонарушение по части 1 стать 19 3 к в отношении чекина составлялись какие-то административные материалы вами вами нет именно 18 числа не составляют единственный материал это протокол по 19 3 вам известно может быть столики с сильных приставов составляли протокол вместе на правонарушение хорошо поставление протоколом мистином правонарушения составлялись еще какие-то материалы ташинчики нет сотрудниками сасп и пожалуйста материал дела есть ваш рапорт в какой момент и когда вы его написали в какой момент находясь здание суда после этого инцидента после совершения председательного правонарушения и дальнейшества вашего рапорта какая была после пресечения доставления протокола отнести на правонарушение кому был передан то есть правильно я понимаю чекин совершил отместивное правонарушение ваше мнение после этого вы написали рапорт вы где писали его да не сюда пошли куда в отдел полиции потом по окончанию всех процессов в отдел полиции хорошо тогда представление протокола мистином правонарушения в распоряжении чекалёвой был ваш рапорт или нет а он появился тогда как я не могу понять про хронологию событий чекин совершил на ваш взгляд мистинное правонарушение вы его пресекли вместе с судебными приставами потом написали рапорт правильным потом с ним пошли в отдел полиции а по телефону а зарегистрировали по строению протокола мистином правонарушения правильно но вы скорее под потом пошел его и зарегистрировал я записывал сообщение по телефону по телефону по телефону право нарушения номер знаете нет после окончания границ по охране в общественном порядке все документы передали в дежурную часть или пожалуйста вам поступало рассмотрение дела в отношении чекина протокол поступало в отношении чекина рассмотрение полиция не рассматривает протокола на статину правонарушения не рассматривает тогда можно как можно понять имеющийся в материалах дела определения 59 05 07 39 70 дробь 25 в котором скажем что я ну дальше вы свои данные указываете рассмотрев дело об мистином правонарушении вынес определение вынес определение в соответствии с главой 29 9 который вносится порядке а точнее ждать и рассмотрение дела об мистином нарушения меня интересует кто вам передал протокол об мистином правонарушения для рассмотрения я считаю ваше ваше определение и вы рассмотрели дело правильно понимаете передали его не рассмотрение принятие решения то есть в этом определении есть какие-то опечатки и неточности правильно почему я заместитель начальника отдела полиции номер 6 дислокации ленинский район мвд россии по городу перми полицейские полиции облажен александр сергеевич в соответствии с кодексом федерации миссии на правонарушениях далее по порыв рассмотрев дело об мистином правонарушения установил далее вы указываете чекина вы описываете ну что вы меняете события дату время и руководствуясь статьей 29 9 кп рф передаете дело об мистином правонарушения для рассмотрения в ленинский районный суд я и спрашиваю вы не рассматривали дело об мистином правонарушения я принял решение таки спрашиваю получает здесь неточность какая-то в вашем вашем пределении может вы немножко неверно понимаете суть определения я да нет принципе я ответ уже понял ну согласно статьи 29 день быстро было вынесено определение определение выносит рассмотрение дела в мистином правонарушения это с кодекса следует просто тут указано так я почему спрашиваю чекин ты присутствовал при рассмотрении дела в мистином правонарушения нет почему вы не посчитали нужным вы его уведомляли каким образом 18 уточняю значит материалы дела есть ли сделал номер один определение 59 нет уважаемый суд нет уже мы суд уважаемый александр сергеевич уважаемый александр сергеевич 18 08 20 года рассмотрел дело об мистином правонарушения в отношении чикина игоря владимировича и вынес определение в порядке но рассмотрение дело вынесение предельно ну хорошо да да участвовал чекин вы уведомляли вы обязаны были выводами не обязан то есть вы можете смотреть дело без лица привлекаемых к администрации ответственности правильно и уведомлять его столько обязанностей нет вы отправляли чекин уведомление я не могу сказать протокол в мистином правонарушения составлялся и выставили рапорт на основании которого был ставлен протокол потом этот протокол поступил вам же на рассмотрение вы его изучили все материалы дела не нашли никаких замечаний увидели основание и передали дело суд правильно понимаю это часто делаете это часто делаете сначала пишите протокол в отношении рапорт я спрашиваю еще раз вы составили рапорт об инвестивном правонарушении в отношении чикина на основании рапорта был составлен чеки к левой протокол протокол поступил вам же на рассмотрение вы рассмотрели согласно вашего принятия дело административного правонарушения усмотрели признаки административного правонарушения и передали дело в ленинский районный суд правильно я понял это часто делаете мне просто интересно может какой-то изрядовом галочий случай я хочу вести протокол свое замечание и даже замечание как сказать ну пусть в форме замечания считаю что всячески препятствует нам объективному опросу свидетелей что можно и жалоб и пожалуйста вы приобщали к материалам дело какие-то фотографии видеозаписи были ли вам просто вами просмотрены какие-то фотографии а кем они были прячены ну кто именно чиколева то есть фотографии были приобщены чиколевой вам известный не здесь я не знаю кто ты вообще фотографии если человек который составляет протокол с таким вам правонарушения он занимается полной его наработкой то есть вы не знаете кто это сделал скажите пожалуйста а вы фотографии ты видели сами ведь данных фотографиях вы присутствует хорошо тогда у меня вопрос в каком виде вам поступили материалы дела на рассмотрение 1808 2020 года что содержали данные материалы дела на 18 числа 18 08 20 вы рассмотрели дело в отношении чекина приняли решение о передаче дела в суд в соответствии со статьей 29 9 коаперы меня вопрос меня слышите хорошо могу кромче говорить слышать у меня вопрос в каком виде вам поступили данные материалы дела что они в себе содержали от полноценного правонарушения материалы согласно вописи что там где-то было сейчас в области там видеозаписи были видеозапись там была конечно диск был с видеозаписью был диск видеозаписи материалов дела да отлично вы запись просматривали что данная видеозапись все содержало какие события какие события были данные видеозаписи на видеозаписи был отображал конфликт который последовал непосредственно в этом таблине конфликт с руководством ну со мной и с чекином как он непосредственно оказывал мне непонимление чтобы мой защитник коллега не к этому просто возвращался хочу решить то есть вам поступили материалы дела которые под содержали протокол об местенном правонарушения а вот так и я уже не знаю что это происходит что это происходит то есть вам нужно сделать это и это вот и здесь и здесь , ну то есть и здесь дам на на в в чьи объяснение но вы читали это объяснение но неважно чьи но вы читали вы не помните читали были не читали или помните были они или не были ежедневно подписываю порядка 20-30 восстановление хорошо сколько было примерно единиц бумажных носителей 235 не помните и видеозапись на видеозаписи было что то есть я чтобы подвести итог видеозаписи от видны вы чекен и те описанные события которые вы указали в рапорте себя правильно противоправно действие чекен правильно все эти материалы дела вы куда передали в личный период мы взяли папочку нет пришли в суд не личный а кому передали материал дел какая служба от который занимается это было входе в этот день но в этот же день и другой то есть вы сложили все что нужно все эти материалы дела бумажные плюс видеозаписи передали себе секретаря вот я делаю все были собраны на сотрудникам которые составляли александр сегеевич я понимаю что не берем про протокол мы говорим про вот вам поступил делал рассмотрение вы получается в теле не раз за стол также как частный рда смотрели материалы депо меня вопрос о отношении процедура передачи процедура передачи мелько смотри уважаемый суд а просто очевиден же мы не имеем в материалах дела кое-каких очень важно для нас составляющих этого дела меня интересно на каком этапе кто-то может выронил кто-то может потерял но что-то умышленно эту виде запись убрал я и хочу понять лично оборин это сделал смысле принес суд или есть какой-то посредник между оборином и судом он говорит есть некий секретариат соответственно для меня очень важно это и потому что на кону стоит извините меня 15 суток административного ареста для чикина игоря владимировича за правонарушение которого не совершал поэтому для меня очень важен это момент все что держит материалы дела это протокол калинина который вообще никак не описывает событие административного правонарушения в отношении оборина у меня спросили вот как относится вот так еще раз вызвали материалы дела и передали секретариат правильно я лично нет не приносит поднапопись сотрудник этого составляет после чего засбирает 2 сотрудник кто он принес протокол чикарева чикарева принесла она признать только один протокол но она обязана все принести правильно все что есть по этому делу она же не могла вам принести только протокол приносила меня интересуют материалы в отношении чикина все что было собрано согласно описи передано в суд то есть это дело содержало бумажные носители и компакт диск правильно понимаю после этого вы все это тоже сложили в топочку и передали секретариат правильно понимаю все я я вас понял скажите пожалуйста а чтобы было страника политики вот в этот момент в когда вот эти события происходили между вами и чикин и пожалуйста ранее вы чикина привлекали к администин ответственность может это материал рассматривать без в зависимости он позади enrollment анонс скажемashion новостей мы ready signed up какого решения, указания, приказа или собственного детерминизма вы это сделали? Управление ОВД России по городу Германии будет составлен в закон. У меня прямой вопрос. Вы охраняете только сфальсифицированные процессы или честные тоже? Вы про какой процесс имеете в виду? Вы сказали, что вы охраняли процесс по кукле Путин. Это резонансное дело сфальсифицированно против невиновных людей. То есть вы охраняете... Вы охраняете оценочных понятий Филипп Валерьевич. Ну это правда. Я воздержусь от оценочных понятий. Это ваша правда. Воздержитесь, пожалуйста, от оценочных понятий. Вы убили Чикина? Нет. На записи видно, что тот человек, который конфликтует с Чикиным, наносит ему удар правой рукой в лицо. Это... Вы не были этим человеком? По данному факту ничего не известно. Ничего не известно. Вы тогда... Вы видели этот момент вообще? Не видели? Я не могу пояснить. По данному факту ничего. Сотрудниками полиции я непосредственно участвовал в этом конфликте. На каком расстоянии вы находились? Что на этом расстоянии? Я тоже знаю, на каком расстоянии. На расстоянии вытянутой руки. По факту конфликта Чикина с сотрудниками судебных приставов я ничего пояснить не могу. Я ничего не видел. Хорошо. А в каком месте помещение, здание суда тогда произошло? Я-то там был. Понимаете? Тяжело врать, да? Как тяжело врать, когда человек там был? Уникальная ситуация. КОНЕЦ